Великие цивилизации прошлого заложили основу современного мира. Египтяне, греки и римляне были замечательными инженерами, учеными и изобретателями. Но исторические книги не отражают удивительный период изобретений, когда некоторые величайшие умы древности произвели революцию в науке и в технологиях. Это невероятная история машин Востока. Восточный мир полон тайн и загадок. Часто их история теряется на Западе. Но сегодня мы узнаем, что технология и наука, сформировавшие наш современный мир, уходит корнями в удивительную цивилизацию, существовавшую на Древнем Востоке свыше тысячи лет назад. Невероятно, но у древних были портативные компьютеры, обладавшие многими возможностями современных спутниковых навигационных систем. Массивные машины для подачи воды, которые укоротили силы Земли и превратили засушливые пустыни в богатые оживленные города. Да, сложные инженерные расчеты вывели компоненты, которые лежат в основе многих сегодняшних машин. Мы обязаны им военными изобретениями, включая огнеупорную форму и даже первую в мире торпеду, способную уничтожить вражеские корабли с расстояния тысячи ярдов. В истории западных цивилизаций закат Римской империи стал поворотным моментом. Европа скатывалась в болото Средневековья, забывая о невероятных достижениях древних цивилизаций античности, которыми изобиловали страны Востока. В вакууме, оставшемся после гибели величайших цивилизаций мира, были сделаны важнейшие открытия в области математики, медицины, литературы и принципов инженерии. То, что происходило за 500 лет, с 8 по 13 век, называется золотым веком исламской цивилизации и заставляет нас переосмыслить все, что нам было известно о древних. Многие ученые-инженеры, ремесленники были удивительно изобретательны. Это был творческий период. Исламская империя расширилась с Ближнего Востока до Индии, Северной Африки и через Европу до Испании. Восточные ученые стали хранителем величайших знаний в мире. Невероятно, но в последующие пять столетий страны Востока стали центром образования и культуры. Европа не достигла бы того, что имеет без вклада этих людей. С 700 по 1600 год и далее, потому что этот процесс не прекращался, был период познания. К концу восьмого века одна школа сыграла роль в развитии техники и науки. Она известна как Палата Мудрости. Это Гарвард и Массачусетский университет древности. Она привлекала ученых со всего восточного мира и стала центром по расшифровке древних текстов, которые содержали чертежи машин, существовавшие на тысячу лет раньше. Первые арабские изобретатели многое взяли из древнегреческих и римских текстов, скопировали их, а потом добавили и модернизировали некоторые принципы. В древних манускриптах есть любопытные сведения о том, что восточные инженеры унаследовали традицию изготовления автоматов, устройств древнего мира, напоминающих роботов. Современные инженеры, вроде профессора Аль-Хасани из Манчестерского университета в Англии, изучают хитроумные машины, вроде девушки, разливающей чай. Поразительно, как мастерски использовались технологии, которые мы применяем сегодня. Девушка, разливающая чай, это фактически емкость, установленная на роботе. В емкости есть отверстие, через которое вытекает вода, жидкость или чай. Используя емкость, которая регулирует струю, конструкторы удивляли и развлекали своих современников. Резервуар наполнялся жидкостью, которая с постоянной скоростью стекала в ведерко. Когда жидкость достигала определенного уровня, что происходило ровно за семь с половиной минут, она переливалась в чашку, которую держала девушка. Под весом чашки срабатывал механизм, который заставлял девушку катиться по покатой поверхности, открывать дверь и подавать напиток гостям. Эта хитроумная конструкция породила мифы о тайнах, которые окружали инженеров того времени. Изучив древние тексты и археологические свидетельства, мы теперь знаем, что восточным инженерам удалось разгадать секреты самого первого в мире компьютера. В начале 20 века на дне моря у греческого острова Антикитера были найдены останки самого таинственного изобретения древнего мира. Оно датируется сотым годом до нашей эры. Ученые считают, что это одна из форм аналогового компьютера. Он называется аппарат Антикитера. Его шестереночные детали заставили современных ученых по-новому взглянуть на представления древних о технологиях. Хотя его изучали величайшие ученые мира, то, как работал механизм, остается загадкой. Но есть ли в восточных текстах зацепки, которые раскроют тайну и объяснят, как работала эта машина? Конструкция календаря на восьми шестеренках, датируемая десятым веком нашей эры, обнаружена в манускрипте, составленном, как считается, ученым и астрономом Аль-Беруни. Машина Аль-Беруни состоит из сложной системы шестеренок, чтобы следить за движением тел Солнечной системы. В ней восемь бронзовых зубчатых колес, в которых более двухсот зубьев. Эта машина — выдающееся технологическое достижение. Перед использованием на циферблате все выставлялось в правильном астрологическом положении. Каждый день надо было передвигать угломер или сдвигать циферблат на одно деление, поворачивая шестеренки и постепенно меняя положение Солнца, Луны и фазу Луны. Конструкция бронзовых шестеренок обеспечивала невероятную точность в подсчете дней, месяцев и лет. Могли ли восточные ученые знать о механизме антикетеры? Обладали ли они навыками и знаниями для того, чтобы самим построить такой сложный прибор? В книге, написанной в XVI веке восточным ученым Таки Альдином, говорится о загадочной машине, которая, по мнению ученых, является искусным прототипом чрезвычайно сложного водоподъемного устройства. Этот удивительный шестицилиндровый насос-моноблок, работавший на энергии воды, использует, на наш современный взгляд, технологию XX века и похож на машину нашей эпохи. В Дубае изготовитель модели сделал копию этого сложного и поразительного устройства. Эта машина — шестицилиндровый насос Таки Альдина, водяной насос. Его приводит в действие водяное колесо. Оно соединено с осью или коленчатым валом. На вале есть шесть разных кулачков. На конце каждого бруска находится тяжелый шар. От каждого кулачка отходит рычаг с подставкой посередине и шарнирным соединением на конце, противоположным вертикальному шатуну. На поднятом конце каждого шарнира находится оловянный груз. Внизу каждого поршневого цилиндра есть откидной клапан. Когда вода вращает колесо, каждый рычаг поднимается с помощью кулачков. Затем вода поступает по поршню через вентиль. Потом рычаг опускается, и груз выталкивает воду через систему доставки. Это удивительная эволюция от братьев Бану Муса в начале 9 века. Потом был Аль-Джазари, фантастический, гениальный инженер. А в ту эпоху появился таки Аль-Дин. Но это был не единственный научный инструмент, сделанный в древнем исламском мире. Восточные ученые-изобретатели также создавали полностью автоматические мегамашины, предназначенные для выживания миллионов людей. Такая технология появится лишь спустя 500 лет. К 13 веку изобретатели Востока стали всемирными лидерами по новым концепциям технологий. Машины, созданные во время золотого века восточной цивилизации, были одновременно и сложными, и инновационными. Но один изобретатель, описанный в исторических книгах о технологиях, считается Колоссом. Удивительно, но о его наследии практически не знают на Западе. Его звали Аль-Джазари. Он написал трактат о машиностроении на Востоке. Этот текст известен как книга знаний и механических приспособлений. Его труд был настолько важен, что сегодня без его описаний восточные технические достижения, сделанные 500 лет назад, были бы утрачены. Во всемирно известном музее Топ-Капи в Стамбуле, в Турции, сохранилась редкая копия манускрипта Аль-Джазари. Текст был написан в 1206 году и содержит чертежи многих компонентов, являющихся ключом к современной инженерии. Аль-Джазари, как свидетельствует его имя, родился в Северном Ираке в конце 12-го, начало 13-го столетия. Он был одаренным инженером. Аль-Джазари жил в одной из самых засушливых стран на Земле. Поэтому изобретатель не понастышке знал, что вода для того региона жизненно важна. Он занялся созданием ряда невероятных машин, каждая из которых помогла бы его обществу не только выжить, но и преуспеть в тех засушливых землях. Придуманные Аль-Джазари водоподъемные машины внесли существенный вклад в развитие технологии механики. Поразительно, но принципы работы многих его машин полностью совпадают с принципами работы современных приборов. Он взял стандартную технологию столетней давности для подъема воды при ирригации и попытался ее усовершенствовать. Раньше древние устройства для подъема воды, такие как шадуфы, приводили в действие животные или люди. Но гений Аль-Джазари заменил ручной труд, сконструировав несколько полностью автоматизированных подъемных машин, которые работали на энергии воды, приводящей в действие механизмы. Одно из самых любопытных устройств это водоподъемный механизм номер 3. До наших дней считалось, что это сложное устройство просто нереализованная идея Аль-Джазари, которая существовала только в его манускрипте. Но, как ни странно, в Дамаске, в Сирии, новые находки позволили предположить, что остатки водяного колеса, найденные в реке Йесид, основаны на изобретении Аль-Джазари. Это заставило нас иначе взглянуть на его гениальность. Аль-Джазари был одаренным практиком. Он не только хранил традиции, но и создавал их. Водяное колесо, построенное в 13 веке, служило местному обществу более 700 лет. Невероятно, но оно поставляло воду в местную больницу до 70-х годов 20 века. Серьезное испытание для конструкции машины. Аль-Джазари был из тех, кто часто усовершенствовал свои изобретения. Пример тому – третий вариант водоподъемной машины Аль-Джазари, в которой использована сложная система шестеренок, свойственная многим его изобретениям. Водоподъемное устройство должно работать с помощью ковшей. То есть вода падает на ковши с определенной высоты и заставляет их вращаться. Это, в свою очередь, приводит в действие малое зубчатое колесо и оси, которые двигают ведра. Это устройство сделано по тому же инженерному принципу, но вода не падает на него. Оно работало на горизонтальной подаче воды. Водяное колесо приводили в действие горизонтальные планки. Они заставляли вращаться шестеренки, малое зубчатое колесо и оси, чтобы поднимать воду. Максимальная высота, на которую поднималась вода, была 40 футов. Три деревянные части сохранились в первозданном виде. Горизонтальное зубчатое колесо было соединено с вертикальным, которое приводило движение шкив на котором были установлены цепи и ведра. В ведрах вода из реки поступала на башню. Там она распределялась, попадала в акведук и текла к больнице. Это прекрасно сохранившееся устройство, великолепный образец использования древней технологии для улучшения качества жизни граждан. Но в четвертом варианте водоподъемной машины Аль-Джазари использовалась еще более передовая технология, которая произвела настоящую революцию в области машиностроения. В ней использована система кранов. Это самое первое применение такой технологии при работе машины. Современные инженеры считают кран самым важным механическим приспособлением после колеса. Самое невероятное в этом изобретении то, что спустя 500 лет в наше время оно сыграет немаловажную роль. Использование крана и применение его вместе с коленным валом произвело революцию в машиностроении и таких двигателях, как паровой, дизельный и бензиновый. Этот простой механический компонент позволяет преобразовывать постоянное вращательное движение в возвратно-поступательное. Краны с ручным управлением появились много веков назад. Но сочетание крана и соединительных балок в роторной машине было невероятным изобретением. Современные инженеры, которые изучали конструкцию Аль-Джазари, выяснили, что горизонтальная ось машины поворачивается шестеренками, а стрела скользит по соединительной балке на шарнирах, вызывая колебания вокруг этого шарнира, что заставляет ведра с водой подниматься и опускаться. Пока современные ученые не расшифровали конструкцию Аль-Джазари, считалось, что эту систему придумали в 15 веке в Европе. Поразительно, но Аль-Джазари использовал в своем устройстве кран на два века раньше. Есть и другие водоподъемные устройства, которые показывают, что эта технология была широко распространена и чрезвычайно востребована во всем древнем мире. Один из самых поразительных примеров полностью автоматизированного прибора это водяное колесо, известное как Нория. Многие из них используются и сегодня. Прекрасно сохранившийся экземпляр находится под городом Хаама в Сирии. Это колесо описано римским инженером Витрувио в первом веке до нашей эры. Нория — это водоподъемная мегамашина. Преимущество Нории в том, что она работает сама по себе, автоматически. Всю работу выполняют природные силы. Такие водонапорные вышки могли поднимать до 95 литров воды в минуту. Эти удивительные машины позволяют предположить, что Нории появились гораздо раньше, чем мы думали. Это водяное колесо с отсеками или ведрами на ободе и лопастях на внешней стороне обода. Колесо приводит в действие вода, которая течет внизу. Когда колесо вращается, отсеки опускаются под воду, вода попадает в отверстие на переднем крае. Отсеки поднимаются наверх, и вода сливается в жолоб, расположенную в верхней точке колеса. Диаметр самого большого колеса — 65 футов. На его ободе — 120 отсеков. Потрясающая конструкция Аль-Джазари и прекрасно сохранившиеся образцы водяных колес Востока дали археологам представление о сложной технологии, существовавшей в Древнем мире. Но на Востоке были и другие механические устройства, настолько сложные, что ученые не могут поверить, что они были созданы не по технологиям 21 века. Машины Востока построены на основе технических достижений периода античности. В Древнем мире греческие и римские инженеры делали поразительные открытия в области механики. Такие изобретатели, как Герон Александрийский и Филон Византийский, оказали огромное влияние на величайшие умы Востока тысячу лет спустя. Ученые, которые переводили древневосточные манускрипты, нашли удивительные свидетельства, доказывающие, что мы не придумывали современные машины, а заново их открывали. То, что мы узнали, заставляет нас переосмыслить развитие механики, начиная с Древнего мира и до работ Леонардо да Винчи. Я убежден, что современный мир развивался бы совершенно по-другому, если бы не возникла исламская цивилизация. Теперь мы знаем, что один восточноизобретатель навсегда изменил технологию. Окончательный дизайн водоподъемного устройства Аль-Джазари включал удивительный механизм, впервые упоминающийся в истории. Многие считают, что это устройство всасывающий насос двойного действия. Был придуман в 20 веке. На самом деле, ему на 700 лет больше. Аль-Джазари черпал вдохновение у древних. Ктисибий, работавший в Александрии в Египте около III века до н.э., начал изучать принципы всасывающего насоса. В музее техники в Фессалониках в Греции современные инженеры сконструировали насос Ктисибия по древним манускриптам. Невероятно, но это изобретение, которому 2000 лет, до сих пор встречается на полях Северной Европы. Это водяной насос Ктисибия. Он называется двойной водяной насос и состоит из двух цилиндров, в каждом из которых есть поршень и нижнего клапана водного клапана. Поршни двигаются с помощью этих ручек. Когда поршень поднимается, из цилиндра откачивается воздух и его место занимает вода. Потом поршень двигается в обратном направлении и у нас получается постоянное течение воды. Водяной насос использовали с древних времен до наших дней, но можно сказать, что этот предок двухтактного двигателя, который мы используем сегодня. Если заменить воду смесью бензина и воздуха, получится такой же принцип работы. Тысячу лет спустя Аль-Джазари взял принцип конструкции Ктисибия и достиг новых высот. Устройство Ктисибия зависело от человека, который качал насос. А Аль-Джазари применил свои знания в области механики и создал автоматический насос. Он имеет прямое значение для развития современной инженерии и вместе с системой кранов использовался за 500 лет до парового двигателя. Возьмите машину Аль-Джазари номер 5. Это всасывающий насос двойного действия. У него два цилиндра с поршнями, движущимися то вправо, то влево. Насос приводился в действие водяным колесом через систему шестеренок, к которым были прикреплены планки, соединенные с двумя поршнями. Поршни двигались в цилиндрах горизонтально. У каждого был клапан для всасывания воды и нагнетательные трубы. Трубы были соединены над серединой устройства и образовывали единственный выход к ирегационной системе. Поразительные эксперименты Аль-Джазари с машинами для подачи воды вскоре помогли восточным изобретателям и ученым создать еще более удивительные приборы. В тот период Европа отставала в строительстве сложных машин, а восточные инженеры были гораздо умнее, чем мы думали. В исламском мире была сильна традиция в области механики. С 7 по 9 век они были более развитыми, чем западная Европа. На Востоке жили три брата, которые продвинули вперед технологию и машиностроение. Их звали Бану Муса. Под влиянием переводов на арабский трудов древних изобретателей Филона и Герона Бану Муса создали удивительные машины, которые превзошли работы их предшественников. Механику обычно называют хитрой наукой, потому что в ней используются механические явления, которых невозможно достигнуть. Все дело в крайне сложном применении гидравлической технологии. Управляя давлением воздуха и воды, древние могли автоматически управлять своими машинами. Точно инженерные методы, использованные в этом хитром приборе Бану Муса, послужили основой для современной механики. Это типичная машина для скачкообразного поступления воды или другой жидкости. В ней используются две новые системы, которые появились только в начале девятого века. Первая система — конический вентиль для регулировки струи воды. Когда вода находилась наверху резервуара, она вытекала через отверстие внизу, как сейчас. В этом отверстии был конический вентиль. Если он поднимался, то закрывал отверстие. Вторым был возвратный механизм, который управлял временем движения вентиля. Поскольку в середине емкости была сифонная система, вода всасывалась в емкость меньшего размера. А у третьей емкости был поплавок. Если поплавок поднимался, то вода выливалась. Когда она поднималась, она давила на тарельчатый клапан, потому что он соединялся с этим клапаном. И это мешало воде вытекать из резервуара. Это устройство и другие подобные изобретения демонстрируют поразительное умение использовать дифференциальное давление. Именно такая технология применяется сейчас в разных механизмах от стиральных машин до реактивных двигателей. Мы видели следы цивилизации, которая оказала огромное влияние на нашу нынешнюю, на наши дома, больницы, школы. Даже если посмотреть на небо, то многие звезды названы арабскими именами. Помимо гидравлики, мы нашли свидетельство того, что во времена античности у людей также были технологии, позволявшие рассчитать движения Земли, Луны и Солнца. Это было важно для навигации, религиозных церемоний и отчета времени. Один невероятный прибор, впервые придуманный древними греками около II века до н.э., царил на Земле более полутора тысяч лет. Он назывался Астролябия. В Музее истории науки в Оксфорде, Англия, находится самая крупная и самая важная коллекция Астролябий в мире. Его куратор доктор Стивен Джонстон. Астролябию называют древним портативным компьютером. Ее главное назначение отсчет времени, наблюдение за Солнцем и звездами. Она скажет, когда встанет и сядет Солнце в любой день года, где бы вы ни были. Астролябии. Но именно восточные ученые усовершенствовали возможности Астролябии. В восьмом-десятых веках в восточном мире было придумано несколько вариантов этого инструмента, более мощных. Его можно было использовать не только в одном месте или на определенной широте, но и в любой точке мира. портативность и точность Астролябии сделали ее чем-то вроде современного компьютера. Это древнейшая Астролябия в собрании музея. Она датируется девятым веком. Это не просто вычислительный прибор. Если ее повернуть, она превращается в инструмент для наблюдений. А если поднять вверх, то вы увидите, что ею можно измерять расстояние до Солнца и звезд. Я настрою линейку и буду наблюдать за звездой через эти отверстия. Затем сниму показания с указателя градусов. Тут есть градусная шкала. Она подскажет, насколько высоко находится небесное тело. Затем по Солнцу или звездам я смогу определить время. Восточные изобретатели стали мастерами искусства механической инженерии. Восточные города были источником технических новшеств. Такие изобретатели, как Аль-Джазари, обратили свое внимание на более сложные инженерные задачи. Используя знания, они придумали сложные механические часы и поразительные военные приборы. Изобретатели и ученые восточного мира придумали технологии, которые до сих пор имеют огромное влияние на нашу жизнь. Великий изобретатель Востока Аль-Джазари в трактате XIII века «Книга знаний и механических приспособлений» начал разрабатывать механические принципы, которые дошли до современной эпохи. Этот текст одна из самых важных записей о развитии инженерии любой культуры, существовавшей до нашего времени. Он содержит описание более 50 устройств. Каждая описана во всех подробностях, чтобы другие инженеры могли их воссоздать и построить эти зачастую сложные приборы. Мы попросили ведущего изготовителя моделей Ричарда Уиндли сделать копию одной из автоматических машин Аль-Джазари, прибора, в котором использовалась свеча для точной калибровки течения времени. Он даже установил, из каких материалов должна быть сделана свеча, ее точные размеры, даже материалы, из которых должен быть фитиль свечи. Аль-Джазари описал в трактате часы на четырех свечах. Аналогов этого устройства нет. Они работают на основе медленно сгорающей свечи, соединенной с рядом шкивов и шнуров циферблата, с которого считывается время. В исламе день делится на неравные части. Дневные часы и ночные совершенно разные, поэтому это намного усложняет систему. Но решение Аль-Джазари было обманчиво простым. У нас есть сгорающая свеча. Она поднимается вверх по мере таяния воска, а сама свеча постепенно сгорает, поэтому ее вес уменьшается и натягивается шнур, проденутый через шкив и обернутый вокруг осевого вала. Этот вал соединен на циферблате, с которого считывается время. Это потрясающий пример небольшого прибора, точно указывающего время, в котором используется простой механизм, который есть в большинстве современных домов. Очень важно, что есть такое устройство, которое предотвращает давление снизу. Аль-Джазари использовал L-образную систему зажимов, практически идентичную той, которой мы пользуемся сейчас в электрических лампочках. Она называется байонетной. Любопытно, что спустя 1800 лет мы еще по сути используем похожий прибор. Но это не все. Один из самых сложных разделов книги знаний и механических приспособлений посвящен водяным часам, которые демонстрируют принципы гидравлики. На этих страницах подробно описаны самые сложные механические устройства для измерения времени. Один прибор в частности является выдающимся техническим достижением и до сих пор ставит в тупик современных ученых. Сегодня это называется слоновьи часы. В магазине Ибн Батута в Дубае МТИ Студиос сделала увеличенную копию шедевра Аль-Джазари. Над этими часами высотой 7 метров и весом 7 тонн работала команда из 150 экспертов. Это был крупный проект, который занял более 11 тысяч человека часов. Людовер Хаен руководитель проекта по реконструкции слоновьих часов Аль-Джазари. Этот проект был трудным, потому что мы впервые взялись за реконструкцию подобного прибора. Он очень сложный. Это изобретение 800-летней давности. Аль-Джазари был великим изобретателем, поэтому мы должны были тщательно изучить его манускрипт, чтобы узнать, как именно действовал этот удивительный прибор. Как же на самом деле работал этот поразительно сложный прибор? И как Аль-Джазари удалось настолько усовершенствовать часовые механизмы древних предков? Поразительно, но слоновьи часы состоят из нескольких механизмов вроде тех, что используются в современной инженерии. В брюхе слона находится поплавок с небольшим отверстием, который тщательно калиброван, чтобы вода текла особым образом, от чего зависит скорость погружения поплавка, а следовательно и время, когда будут бить часы. При погружении срабатывают отключающий механизм, состоящий из ряда движущихся фигурок, которые отмечают прошедшее время и отбивают часы. В этот момент поплавок показывается из воды, опустошая свое содержимое. Он будет оставаться на поверхности воды, и цикл повторится. В часах использован автомат бойцимбал и чириканье птицы, чтобы отбивать часы. Для того времени это были очень сложные часы, потому что в них была автоматическая обратная связь. Они действовали вроде вечного двигателя. Слоновья часы один из лучших примеров технологии золотого века восточной цивилизации. Это уникальное сочетание искусства, архитектуры и инженерии. Но изобретатели Востока также обратили внимание на разработку военных машин. Чтобы эта великая цивилизация быстрее распространялась, инженеры должны были придумать грозное оружие. Именно с Востока пришла в Европу китайская технология изготовления катапульты. Самые страшные военные машины древности. Военные приборы, которые использовались в 12-13 веках в исламском мире, обладали значительным преимуществом перед теми, которые использовались в то время в Европе. катапульта с противовесом могла метать более тяжелые снаряды почти в 180 килограммов на расстоянии около 270 метров. Не просто камни или большие тяжелые предметы, а и зажигательные устройства. Но из Китая пришла не только технология изготовления катапульт. Военные инженеры Востока сделали более серьезные открытия, включая огнеупорную форму и взрывчатку. Одно оружие, в частности, навсегда изменило ход войны. Торпеда Инженеры и ученые Востока совершили огромный рывок в разработке сложной технологии, которая усовершенствовала изобретение древних цивилизаций. Но великие умы Востока также придумали сложные устрашающие военные орудия. В них использовался хитрый состав очищенного пороха. Его изготавливали по формуле, в которой использовались природные ингредиенты, имевшиеся в изобилии. Например, ивовый древесный уголь и селитра. Соединив их, они превратили относительно безвредные компоненты в военную мощь на ближайшие тысячу лет. Порох придумали в Китае, но на ранних этапах развития он был не настолько взрывчатым, чтобы использоваться на полях сражений. Однако сейчас новые факты позволяют предположить, что на Востоке вывели формулу, которую можно было использовать и на войне. Только в 12-13 веках начали получать очищенные смеси, которые можно было использовать для запуска ракет, торпед, пушках, ручном оружии и так далее. Но именно Хасан Аль-Рама описал этот процесс и внес ясность. Хасан Аль-Рама, живший в 13-м веке, описал в своей книге военные технологии, дав подробные рецепты изготовления пороха. Он настолько прогрессивно мыслил, что нам пришлось пересмотреть историю оружия. На нескольких страницах своей книги Хасан Аль-Рама описывает то, что некоторые ученые считают первой в истории ракетой, придуманной специально для войны. Он приводит 22 разных рецепта пороха для ракет и разных видов ракет. Он был отцом ракетостроения. В тот только начали разрабатывать оружие, использовавшее взрывчатые особенности пороха – пушку. В Испании и Северной Африке в конце 14 века жили люди, которые насыпали очищенную и кристаллизированную селитру в контейнер, а потом поджигали как взрывчатку, чтобы вылетело небольшое ядро. Первое упоминание об этом встречается в 1377 году. Сохранились любопытные рисунки, как воины Востока несут подобные пушки. В одном из текстов в Санкт-Петербургской коллекции, известной как «Книга о науках», приводится описание солдата, который несет митфу или пушку. Это оружие похоже на современную ручную ракетную установку. В Санкт-Петербурге есть манускрипт, описывающий применение пороха, как серьезное, так и для развлечений, как сказано в заголовке. Мы видим рисунки небольшой бочки на конце палки. Это ручная пушка, предшественница ручного оружия, которое сегодня есть у каждого солдата. но в манускрипте содержится еще больше ссылок на сложные военные технологии восточного мира, применение огнеупорной одежды. Это копия такой одежды, сделанной по санкт-петербургскому манускрипту. Сначала мы надеваем шелковую тунику. Как известно, шелк огнеупорный. Даже сегодня гонщики Формулы-1 носят огнеупорные костюмы на мэкс, на надеваем стеганую одежду. Западные воины того времени называли ее альхитон от арабского слова аль-китун, что значит набитой ватой. Но главное то, что сверху они надевали шерстяную огнеупорную тунику, пропитанную химическим составом, напоминающую форму, защищающую от ядерного и биологического оружия, которую носят современные солдаты. В манускрипте нарисованы воины с зажигательными устройствами из ткани. Они вызывали сильный огонь, их поджигали перед тем, как воины врывались в ряды вражеской кавалерии. Зажигательные снаряды были вроде этих. Они были из льняного волокна. Это льняное волокно, кудель, а здесь находится большой заряд пороха. На рисунках в манускрипте показано, что их крепили к огнеупорной ткани. Еще там говорится, что их соединяли вместе проволокой. Эта проволока удерживала льняное волокно, но позволяла прикреплять его к одежде. Но насколько эффективной была такая форма защиты? Используя оригинальные материалы, мы провели испытания. Конечно, это должны были делать сотни людей. Это отвлекающе действовало на лошадей. Но для меня самое главное не следы от ожога, а выяснить, насколько жарко было внутри. Мне кажется, такая одежда должна защищать от огня. Одно устройство, недавно обнаруженное в древних текстах, заставило нас пересмотреть наши представления о войне на Востоке. Есть много интересных сравнений между средневековыми военными технологиями и более современными. Одно из первых, что приходит на ум, это так называемая торпеда. Ее называли яйцом, которое движется само и обжигает. Считается, что это оружие первая торпеда в истории. Им уничтожали корабли. В отличие от современных торпед, он скользил не под водой, а по поверхности. Но могли ли военные инженеры Востока обладать достаточными знаниями, чтобы сделать такие сложные устройства? До недавнего времени мы считали, что торпеда это изобретение 19 века. Поэтому, узнав о ее предшественнице, сделанной 700 лет назад, мы решили заново перечитать историю, особенно историю морского оружия. Это торпеда, но насколько она эффективна, мы не знаем. Чтобы дать ответ на этот вопрос, мы попросили изготовителя моделей Ричарда Уиндли испытать это чудо восточной технологии, используя чертежи из оригинала 13 века. Это модель, которую я построил по рисункам одного из ранних исламских текстов, датируемым 1220 годом. В тексте говорится о грушевидном устройстве, вернее, плоском грушевидном устройстве. Его делали из медной или железной пластины. В основной трубке, проходящей сверху, находится заряд пороха. Когда это устройство попадает в деревянное судно, оно пробивает обшивку, и удалять его достаточно опасно. Когда мы говорим о ракете, то представляем цилиндр, наполненный сжатым порохом. Это напоминает фейерверки, которые мы используем сегодня, и те фейерверки, которые делали китайцы сотни лет назад. Я использовал относительно неизвестную конструкцию, но, вероятно, она была из прокованного железа, чтобы могла пробить корабль. Ее наполняли зажигательной смесью. Торпеда, использовавшаяся как оружие устрашения, наносила разрушительный урон вражеским судам. Но могло ли древнее устройство причинить такие сильные повреждения? Мы считаем, что могло. Оно увеличивало скорость как акваплан и, выскакивая из воды, набирало количество движения. Две длинные планки с другой стороны служили для стабильности и действовали как руль. Это позволяло устройству быть стабильным в воде. Мы использовали обычный запал, простую хлопковую нить, пропитанную порохом и высушенную. Это запал с замедленным действием, он сгорает по дюйму в секунду. Блестяще, просто поразительно. Эти ребята умели делать идеальное грозное оружие. Хотя мы считали, что после падения Римской империи древние технологии затерялись в средних веках, так думать ошибочно. Историки и современные инженеры выяснили, что страны Востока унаследовали и усовершенствовали науку и технологии, подняв их на невероятные высоты. Думаю, они были более свободомыслящими в отношении технологий. Более свободомыслящими, чем римляне и древние греки. Чем больше мы изучаем восточные манускрипты, тем больше узнаем о невероятных машинах, и нам придется по-новому взглянуть на великие технические достижения, сформировавшие наш современный мир. То, что мы узнали о древних, заставит нас переписать исторические книги и признать, что мы не изобретали наш механизированный мир, мы лишь его усовершенствовали. Фильм, переведенный и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Продолжение следует...